Российская армия при вторжении 24 февраля 2022 года на территории Украины пользовалась ещё советскими картами. Поэтому колонны российских танков двигались в сторону Николаева по старым дорогам, которые привели их прямо в небольшое село Калиновка. Чтобы вы понимали, у нас эта дорога была вот так вспушена танками. Шло очень много техники. 800 единиц мы когда-то насчитали только в одну сторону за один день. Они шли с 10 утра до 6 вечера. Это очень было страшно. Промежутка между техникой практически не было. Доехать до Николаева оккупантам так и не удалось. Остатки разбитых танков до сих пор стоят в посадках на окраинах села. Получив отпор от ВСУ, россияне вернулись в Калиновку. 26 марта они зашли к нам в село и поселились. Ещё люди не выезжали. Начали выезжать 1 апреля, когда нас обстреляли. Россияне за селом красиво скинули 4 мины для того, чтобы запугать людей. После этого люди начали массово выезжать. Очень было больно, когда люди начали уезжать. Эвакуироваться из села успели не все. Вскоре после захвата российские военные запретили выезд из Калиновки. Чуть менее половины жителей, это около 200 человек, пережили все 9 месяцев оккупации. Всё это время россияне терроризировали мирное население. В тот день Таня отмечала своё 14-летие. Вооружённые российские солдаты ворвались в дом прямо в разгар празднования её дня рождения. Без каких-либо объяснений забрали отца и дядю. Их отпустили на следующий день. Другим односельчанам не так повезло. Мужчину возили в захваченный Херсон. Домой вернулись не все. Стреляли по селу. Стреляли кассетными боеприпасами, ураганом, чтобы запугать людей, особенно ночью. Потом понапиваются. Говорят, извините, что мы по вам стреляли. Минометами тоже стреляли, скорее всего. Было слышно вылет, три секунды и прилёт. У россиян между собой были постоянные конфликты, вспоминает Анатолий. Эту машину расстреляли прямо у его двора. Так российские оккупанты из соседних сёл делили контроль над территорией. Расстреляли. Тут был Кадыровец. Его ранили, истёк кровью. Говорят, до Херсона довезли уже мёртвого. Свой штаб российские оккупанты обустроили в подвале местного дома культуры. Прятались там, так как опасались возможного обстрела со стороны ВСУ. Тут стояли у них кровати. Здесь была буржуйка, они грелись. Вот там и остатки их формы. Вот, видите, плащ от них остался, висит. А и вот лежит. Вот здесь они тоже спали. Где они набирали эти кровати, я не знаю. Смерть нацистам. Это вы на кого, как вы думаете? Ну, на кого, на кого. На нас. Как это о ком? О нас. О нас, украинцах. Это они нас так любят. Отступая, российские солдаты выборочно подрывали дома. Местным говорили, такой приказ – их командование. При этом украинская армия огонь по селу не открывала, даже зная точную дислокацию противника. Это здание находится в центре населенного пункта. Могло пострадать много людей. По периметру везде проживают люди. Если бы прилетело что-то серьезное, здесь бы не было пол села. И вы знаете, что наши по селам не бьют. Вот очередное подтверждение. Калиновка постепенно возвращается к мирной жизни. Но убирать следы пребывания россиян здесь предстоит еще долго. Повсюду разрушенные хозпостройки и разбитые дома. Женкой завели хозяйство. С женой завели хозяйство, жили отлично. До этого всего пока они не пришли. Освободители хребы. Мы дом только отстроили, только все сделали. На кого? На них оставить? У меня соседи выехали, я за их домом смотрел. А так вот люди выехали, дом пустой. Они заходили и выносили все. Стиралки, холодильники, все, что было. Даже игрушки детские выносили. Из всего хозяйства у Николая осталось только две коровы. Остальных пришлось продать за бесценок. Мужчина во время оккупации оставался в селе. Сам он военный на пенсии. Сын служит на фронте с первых дней полномасштабной войны. Говорит, повезло, что об этом не узнали российские военные. Как звери. Как звери и якуты тут были, и русские, и дагестанцы. Все были. Единственное, хоть людей не трогали. А так, видите, что натворили. У нас и двери разбиты, окна, крыша. Все разбито. 17 апреля 17 кассетных мин прилетело в один двор. А потом в июне, не помню какого числа, мотоцикл сгорел, разорвало. Это не мы такие одни. Здесь много людей таких. Очень тяжело было пережить все это. Нас сильно обстреливали. У нас повылетали все окна. Ребёнок чудом жив остался. Если бы не поднялся, убило бы осколком прямо в доме. А теперь сын воюет. Сын, муж пошли воевать. Там, где человек воюет. Там, где муж воюет, я врагу не пожелаю, чтобы они были там, где мой муж. На окраине села брошенные российские позиции. Здесь же ангар, где прятали тяжелую технику. Рядом тлеют тонны украинского зерна. Зерно, из которого мы должны были печь хлеб. Зерно, из которого мы должны были печь хлеб. Люди почти год работали, чтобы его вырастить. Полгода горит это зерно. Столько зерна уничтожено. Просто нет слов. Украинские войска освободили Калиновку 10 ноября прошлого года. Нанесённые оккупантами ущерб здесь ещё даже не считали. Сгоревшие зернохранилища, разрушенные дома и ангары, а также заминированные поля. Ликвидировать последствия так называемого русского мира здесь предстоит ещё долго, считают местные жители.